Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение курса вспомогательной исторической дисциплины и первой темы, которая называется историческая хронология. Сегодня последняя четвертая лекция по этой теме и мы рассмотрим один очень крупный вопрос особенности календарей народов мира. Литература к этой теме, к этому модулю есть в вашем силабусе, поэтому сразу же начнем с древнейшего из календарей, с Вавилонского календаря. Это действительно один из древнейших лунных календарей и возник на рубеже четвертого, третьего тысячелетия до нашей эры. Это не случайно. Как вы знаете, древний Вавилон находился в междуречии рек Тигра и Ефрата в Месопотамии. И здесь эта цивилизация была аграрной, она большое внимание уделяла наблюдению за движением небесных тел и вот столетиями накапливались и бережно сохранялись различного рода астрономические знания. Каждый из городов-государств здесь имел свой календарь. Вы помните Ур, Урук, Лагаш, Вавилон. Каждый из городов имел свой календарь и знаменитый царь древнего Вавилона Хамурапи, который жил в 18 столетии до нашей эры, он ввел в конце концов единый календарь, взяв за основу календарь древнего города Ура. Этот Вавилонский лунный календарь опирался на год, который состоял из 12 лунных месяцев. Месяцы чередовались. Продолжительность каждого из них составляла до 30 до 29 суток. Следующий по древности, тоже очень известный, это древнеегипетский календарь. Это уже солнечный календарь. Он сложился примерно за 3000 лет до нашей эры. И на протяжении своей долгой истории календарь постепенно совершенствовался и по праву может считаться самым точным календарем древности. Изучение истории египетского календаря показало, что в данном случае большой роль его создания сыграло то обстоятельство, что древнеегипетская культура развивалась как культура земледельческая, которая нуждалась в точном определении сроков сельскохозяйственных циклов. Особенность региона, в котором возникла и развивалась древнеегипетская цивилизация, это зависимость от великой африканской реки Нил. Нил дарил урожай, был гарантом жизни египтян. Как и у других древних народов, в Египте важную роль играли жрецы. Они выступали в роли хранителей знаний, они же и добывали их, наблюдая и фиксируя во времени разлива Нила, проводя постоянные наблюдения за звездным небом. Многовековые наблюдения показали, что в долине Нила сменяют друг друга три сезона. Египтяне называли их наводнение, выход и отсутствие. Первый, если считать по нашему грегоянскому календарю нынешнему, приходился на июль-ноябрь. В это время Нил разливался, приносил на поля влагу и плодородный ил наполнял ирригационную систему. Второй период длился с середины ноября по март. Вода уходила и достигала обычного уровня. Где-то с середины ноября уже можно было сеять, затем обрабатывать посевы и так далее. И наконец третий период примерно с конца марта и до июля характеризовался наступлением жары и сопровождался жгучим горячим ветром. Ветер дул из пустыни Сахара в течение 50 дней подряд. Ну а затем все три цикла повторялись. В результате наблюдений египтяне связали воедино тот факт, что разлив наступал вскоре гелиортического восхода звезды Сотис. Жрецы тщательно фиксировали время этих восходов Сотиса и разливов Нила. И каждое из явлений торжественно отмечалось, почиталось как крупный религиозный праздник. Счет времени от одного восхода звезды до последующего и привел к формированию солнечного календаря. Поначалу год насчитывал 360 суток ровно. Делился на 12 месяцев по 30 суток в каждом. А месяц состоял из 3 недель по 10 суток или из 6 недель по 5 суток. Месяцы получили имена богов. Тот, Фоминот, Атир, Пахон, Мехир, Мизори и т.д. С течением времени египтяне обнаружили погрешность между своим счетом и продолжительностью тропического года. Мы же знаем, что год-то 365 дней, а у них был 360. В связи с этим в Египте провели реформа календарной системы. Каждый год стали добавлять 5 дней, которые поместили отдельно от месяцев в конце календаря. Каждый из дней был посвящен божеству. Осирису, Гору, Сету, Исиде, Нефтиде. И в итоге египетский календарь составлял тоже 365 суток. Он со временем начинал отставать от тропического года. Но это уже, как говорится, совсем другая история. А нам же сейчас интересен будет очень следующий. Следующий, мусульманский календарь. Вот уже почти 13 столетий этот лунный календарь сохраняется практически неизменным. Им продолжают пользоваться страны, в которых ислам является либо государственной религией, либо религией, подавляющей большинство населения. Таковы Афганистан, Пакистан, Иран, Ливия, Ирак, Турция и некоторые другие страны. Кроме того, верующие мусульмане, где бы они ни проживали, ведут счет времени именно по этому календарю, так как по нему определяется время религиозных праздников. В этом случае религиозная традиция уикавечила календарь. В самом деле, мусульманский календарь принят лидером ислама в качестве обязательного для всех правоверных. Эрой календаря определена хиджра. Это исход любегства пророка от врагов из Мекки в Медину. За точку отсчета принята дата 16 июля 622 года. Начало месяцев определяется по появлению народившейся Луны после неомении. Следовательно, начало года тоже должно совпадать с этим явлением. В мусульманском календаре 12 лунных месяцев, продолжительностью попеременно 30 суток, такой месяц называется полный месяц, и 29 суток, такой месяц называется пустой месяц. Итак, Мухаррам 30 суток, Сафар 29, Раби 1 30 суток, Раби 2 29, Джумада 1 30 суток, Джумада 2 29, Раджаб 30 суток, Шабан 29 суток, Рамадан 30 суток, Шабал 29, Зул Каада 30 суток, Изул Хиджа 29 суток. Таким образом, в простом году нас насчитывается 354 суток. Мусульманский лунный календарь имеет систему високоса. Високосный год на одни сутки больше простого и насчитывает 355 суток. Теперь поговорим о следующем римском календаре. Древний календарь Римлян известен примерно с середины 8 века до нашей эры. Ну это примерно дата основания Рима. Он включал в себя всего 10 месяцев или 304 суток в году. Каждый Новый год у римлян начинался 1 марта. То есть новогодие было мартовским. Да, 1 марта. А месяцы носили имена порядка участительных. От 1 до 10. Ну так грубо 1, 2, 3, 5, 8 и так далее. Позднее отдельные месяцы получили имена богов. А остальные сохранили прежние названия. Вот смотрите, имена богов. Допустим, 1 мартиус, 2 апрелис, 3 майус, 4 юниус. А остальные сохранили прежние названия. Квинтилис, 5, секстилис, 6, септембр, 7, октобер, 8, новебер, 9 и диембер, 10. Вы видите, очень похожи на наши названия месяцев. Ноябрь, декабрь, октябрь, май, апрель, март и так далее. Мартиус, майус, квинтилис и октобер насчитывали по 31 дню. А прочие по 30. И вот полагают, что этот календарь был лунным. Естественно, он был очень-очень неточным и часто реформировался. Теперь о календаре средневековой Руси. Как известно, в 988 году Киевская Русь приняла христианство в качестве государственной религии. Заимствуя христианскую веру, новую для них, славяне приобщились к богатой византийской культуре. В числе первых ее элементов, распространившихся на Руси, был и византийский календарь. Он был юлианским, с римскими наименованиями месяцев, византийской эрой от сотворения мира, 5508 лет от Рождества Христова и 7-дневной недели. Названия дни недели остались русскими. Исключение составляет шестой день недели. Мы знаем, что это суббота в нашей неделе сегодняшней. У древних славян шестой день тоже назывался суббота. Это слово пришло из еврейского языка. И там, в древнем еврейском языке, это слово называется шаббат. У евреев это выходной день, когда ничего не нужно делать. Мы тоже в субботу, как правило, отдыхаем. До 1492 года в Древней Руси Новый год начинался очень своеобразно. Было два новогодия. Одно было с 1 марта, а второе с 1 сентября. На Руси, собственно, неделю называли термином седмица. По числу дней. То есть седмица это отрезок времени, период времени, в котором 7 дней. А неделей называли не неделю в нашем понимании, а воскресный день. Выходной. Дело в том, что это был последний день седмицы. И согласно вере, это был день отдыха и молитвы. Собственно говоря, слово неделя, если чуть-чуть его разделить, получается не делай. День, когда ничего не делают. То есть когда отдыхают. То есть в воскресенье работать было нельзя, нужно было молиться, отдыхать и так далее. А собственно термин воскресенье, который сейчас мы применяем к 7 дню недели, у древних славян употреблялся только для именования праздника Пасхи. То есть воскресенье было один раз в году в день Пасхи. И только в 16 столетии слово воскресенье закрепилось в качестве названия 7 последнего дня недели. А сутки называли словом день. А год у древних славян, я кажется, вам говорил в одной из лекций, назывался словом лето. А византийский счет времени принес с собой и мелкие единицы. Час, который делился на 60 часов или минут. И часец, который состоял из 47-60 секунд. Примерно с 15 века сутки разделили на часы, различая дневное и ночное время. Современное деление суток назад 4 часа с непрерывным отчетом времени от полуночи через 12 часов ночи было принято в 1722 году. Несколько слов о календаре Российской империи. Большая заслуга в реформировании календаря принадлежит Петру Великому или Петру Первому. Желанием царя приблизить русский календарь к западноевропейскому продиктован указ от 19 декабря 7208 года от Рождества Христова или 1699 года по нашему предыщлению. В соответствии с указом вводилась эра от Рождества Христова и устанавливалась новогодия с 1 января. Ну как и сейчас у нас. День после 31 декабря 7208 года монарх объявил 1 января 1700 года от Рождества Христова. А календарь по-прежнему оставался юлианским и после Петровской реформы Россия пользовалась юлианским календарем еще 218 лет. Только вот в начале 1918 года Совнарком, когда большевики пришли к власти, принято решение о переходе с юлианского календаря на григорианский. Вот кстати о григорианском календаре мы дальше поговорим. Дальнейшее совершенствование солнечного календаря тесно связано с историей христианства. Главный праздник христиан Пасха Христова является скользящим. Он рассчитывается по лунно-солнечному календарю. Пасха приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего вслед за весенним равноденствием. Такое правило было установлено Первым Вселенским собором в 325 году. Из века в век расхождение становилось все более очевидным. И вот в 16 веке римский папа Григорий XIII решил провести реформу. К этому времени расхождение юлианского календаря с тропическим годом достигало 10 суток. Не только Пасха, но и другие христианские праздники передвинулись относительно истинного счета времени. Церкви верующим это подчиняло большие неудобства. По инициативе папы была образована группа ученых, работавших над новым календарем. О начале реформы папа объявил буллой своим посланием от 24 февраля 1582 года. Григорий XIII заявил о намерении навсегда устранить накопившуюся погрешность и вернуть на место весеннее равноденствие. Чтобы сделать это единовременно, римский папа приказал считать в текущем 1582 году, после 4 октября, сразу 15 октября. За непослушание глава католической церкви угрожал отлучением. Страны, исповедавшие католичество, быстро перешли на новый календарь. А вот в протестантском мире этот процесс занял долгие годы и даже десятилетия. И на этом мы завершаем цикл лекций по теме историческая хронология. Вот у нас вопросы на закрепление по данной лекции. Первый вопрос. Календарь какого города царь древнего Вавилона Хамурапи взял за основу Вавилонского? Второй вопрос. Какие страны в наше время пользуются мусульманским календарем? Третий. Когда начинался каждый новый год у древних римлян? Какого числа? Четвертый. Как в Древней Руси называлась неделя? И, наконец, пятый вопрос. В каком году был введен Григоянский календарь? Следующая лекция у нас будет уже по исторической метрологии. Благодарю вас за внимание.